Мы та самая команда, которая сделала весёлого человечка, который прыгает. Ну, вы его всего видели за последних часов. Мы решили сразу вам показать всё, что мы сделали за 20 часов. Давайте посмотрим. У нас трек пятый — это новый игровой контроллер для того трекера. Всего мы хотим, чтобы в VR наши пальчики распознавались. Есть Valve Index, но если вы хотите поставить его в торговый центр и зарабатывать деньги на этом, то вы не сможете, потому что он будет долго под каждому пользователю. Для Rhythm Ocean — все знают, он теряет руки, когда вы перекрываете. Зато TaoTracker может работать с мелкой баталькой. И как же нам повезло, что у TaoTracker они отчаянно ищут новые методы применения. Стоит отметить, что TaoTracker сложный. И разработчики ищут средства, которые помогут им упростить средства применения. Когда нам дали задание, у нас возникли следующие идеи. Как мы можем найти применение нашей перчатки? Первое. Можно использовать нашу перчатку для графического мода. Когда вы включаете игру, прикольно, да, что-нибудь? Сформировать жест один. И указателем что-нибудь кликнуть. Клево. По-моему, да. Также мы хотели бы усовершенствовать в будущем. Это будущая наша задача. Впоследствии можно внедрить, допустим, кастование, рисование рун каких-то. Но это дальнейшая задача. Далее. Идея была следующая. Управление UI-интерфейсом, который я уже озвучил. И конечная идея. И главная задача трека. Управление персонажем. В частности, маньяки, которые мы реализовали. Начали воплощение своих идей в жизнь. Мы с распознаванием одного базового жеста. Ну, то есть указания. При этом сформировали, в ходе нашего эксперимента сформировали три подхода. И опробировали их. Первый подход был векторный. Мы определяли корзант векторов между датчиками на концах пальцев и датчиками в записи. Вычитали расстояние. Мерили между собой. Понимаете, что он ненатежный. Потому что работать нужно все время над катушкой. Магнитное поле меняется. И сложно было как-то стабилизировать. Дальше. Мы попробовали использовать угловые данные с сенсором на концах пальцев. Как уже было сделано тоже. Ребята, допустим, работали на выключенной катушке до этого. А мы работали на включенной. И тоже стабильности никакой не было. И мы пришли к самому простому пути, который был воплощен. Мы всего лишь проверяли столкновение моделей, которые находятся внутри руки. На экране можете видеть нашу руку. Но мы всего лишь поставили коллайдер и детектировали, есть ли там пальцы или нет. Таким образом мы простейший жест, допустим, воплотили в жизнь. И теперь мы можем там что-то рисовать, выбирать, кликать. И при том, в принципе, на любой поверхности, даже если мы будем крутить руку, чтобы пользователь не настраивал направление руки, он просто формирует жест и все. Далее мы перешли к реализации контроллера игрока. Итак, этим варенеткой занимался я. Варенетка – это очень интересный физический объект. У него есть пять точек, к которым привязаны упругие ниточки. А ниточки уже привязаны к пальчикам. И сейчас посмотрите на вот это видео. Большой палец. Это левая нога. Бизинец. Бизинец – это правая нога. Попробую как-то объяснить видео. Ага. Покачивая вправо-влево, мы можем шагать. Большой палец – это… Указательный палец – это у нас голова. Поэтому, чтобы персонаж не падал ниже, мы выразим еще поддерживать его. Кроме того, у нас было реализовано нарисование. Так. В будущем мы хотим… Вообще, я хочу сделать так, чтобы наш персонаж варенетка стрелял. Именно для этого мы освободили левую руку. То есть, правой рукой мы только ходим, левой рукой мы будем целиться и стрелять. Причем, у нас уже есть этот жест, который стрельба. Так. Это наша команда. Спасибо за внимание. Ну, давай. Мне очень понравилось. Варенетка просто офигенная. То есть, видите, вживую был просто оплат. А условия трекера выполнены. Все. Выполнены или перевыполнены? Учитывая, что мне доставило, я сказал перевыполнен. Варенетка, за прежде, за подход. За использование логотипа «Сколково» и название «Ставтап» и «Катон». То есть, все. Молодцы. Классная презентация. Динамика, команда. Спасибо. Да. Удельное удовольствие. Круто. Молодцы. Задача перевыполнена.